Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дорогие телезрители и радиослушатели, всем еще раз добрый день. В студии Лиза Калинина начинается наша программа «Наука и технологии». С радостью представляю нашего сегодняшнего гостя. В студии у нас находится лектор московского планетария, знаменитого астроном Дмитрий Трушин. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Мы хотим разбираться в звездном небе. Не всегда его, конечно, видно, имеется в виду звезды, с того города, где мы живем. В частности, из Москвы, не знаю, как дела, в Петербурге расскажете. Но вообще, астроному, что нужно донести нам, обычным начинающим любителям звездного неба? Какие события, может быть, грядут, и нам хорошо бы о них знать? Да, мы поговорим про разные астрономические события интересные, которые... И были, и были уже тоже. Да, были, были и будут в будущем, которые каждый из вас может понаблюдать, на самом деле. И это несложно. И главное знать, когда они произойдут, и как их наблюдать. И откуда. И откуда, да. Конечно, как мы уже упомянули, в Москве не очень-то хорошо со звездами, потому что засветка города мешает наблюдать, но достаточно отъехать куда-нибудь под Москвой. То есть засветка города в этом причина? Да, конечно. Ну, это тоже, но основной это именно свет от городского освещения. Он все небо подсвечивает, поэтому звезд не видно. Были такие попытки сделать такие акции, как выключить свет на час, там час Земли называлось, что-то такое. Но все равно весь свет не выключался, чуть-чуть, может быть, потемнее становилось. Побольше немножко звезд видно было, но не очень это эффективно, конечно. Если прямо во всем городе отключится свет, мы увидим прекрасное звездное небо, конечно. Но, наверное, никто не хочет, чтобы во всем городе отключился свет. Ну да, естественно. Смотрите, вот недавно относительно были лунные затмения, да? Правильно? Вот что вообще такое затмение? Объясните нам. Ну, какой вот термин? Правильная его расшифровка какая? Вот, давайте, да, обсудим солнечные затмения, лунные затмения. Вот два разных вида затмений. И с солнечным затмением у нас все понятно, я думаю, большинство зрителей и слушателей знает, что луна проходит между Землей и Солнцем. И вот если она точно попадет на линию между Землей и Солнцем, она, получается, закрывает Солнце от нас. И мы видим, как темнеет, свет не попадает на нас, на нашу область вокруг нас. И мы видим, как луна закрыла Солнце. Мы видим вокруг Солнца красивую солнечную корону при этом, потому что вот эти самые внешние области его атмосферы, которые очень разрежены, очень тусклые, мы их никогда в обычной жизни не видим, потому что Солнце самое яркое, а не тусклые. А вот когда луна закрывает Солнце, это корона видна. И это, конечно, фееричное явление. Я желаю каждому человеку как минимум разок в жизни посмотреть на солнечное затмение. Да, я вот видела один раз. Правда, мы смотрели еще через рентген, я как раз вот Дмитрий рассказывала. И получается, фактически луна и Солнце соединяются. На улице спереди белой дня становится темно. Ну как темно, как сумерки такие, как будто вечер наступил. Это состояние длится минут 10, потом все опять светает. Да. Вот такое впечатление у меня сложилось, я помню. Ну даже не 10, наверное, меньше. А меньше даже. Там несколько минут, 2-3 минуты, вот полная фаза длится. Конечно, и немного до полной фазы, и после такие сумерки тоже, потому что совсем чуть-чуть от солнечного диска видно, и света мало. Но, к сожалению, у нас, если мы из России хотим понаблюдать солнечное затмение, у нас очень не скоро будет следующее. В 30-х годах только будет и где-то на Чукотке, а в 60-х годах где-то в более центральной России. Так что, если мы хотим увидеть солнечное затмение, именно я про полное затмение говорю, когда полностью луна закрывает солнце, то нам придется куда-то съездить. Куда-то уехать. Да. Самое простое, наверное, это Египет, где через несколько лет будет. А, да? Это довольно доступно. Мы продолжим. Друзья, у нас сейчас небольшая пауза. Хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня лектор Московского планетария, астроном Дмитрий Трушин. Вы можете в группе ВКонтакте задавать свои вопросы, а также в WhatsApp Viber 909-928-189-9. Наш эксперт с удовольствием нам сегодня проведет ликбез. Друзья, скоро вернемся. Вот про синее мы сегодня и говорим про звездное небо. Друзья, в гостях у нас сегодня астроном Дмитрий Трушин, лектор Московского планетария. Сегодня мы говорим о том, что нам, начинающим звездолюбителям в программе «Наука и технологии» нужно знать. Сейчас разбираемся, что такое лунное затмение, которое относительно недавно было. Да, 27 июля было шикарное лунное затмение. Самое длительное в этом веке, в 21 веке, потому что Луна прошла почти через центр земной тени. И вот как раз в этом суть явления, что Луна у нас прячется в тень Земли. У нас должно быть расположение такое, что Солнце, Земля и Луна на одной линии. Получается, что Земля между Луной и Солнцем. И тень Земли, в отличие от тени Луны, она большая. Потому что Земля больше, чем Луна. И когда вот солнечное затмение мы наблюдаем, и Луна закрывает Солнце, эта лунная тень, она на маленькую область на Земле падает. И мы вот именно в этой области можем наблюдать полное затмение. А когда Луна прячется в земную тень, она туда уже целиком хорошо помещается. Долгое время движется по земной тени, и может больше часа длиться полное вот такое лунное затмение. Это тоже интересное явление. Конечно, солнечное несколько фееричнее выглядит, но лунное затмение у нас намного больше шансов понаблюдать в ближайшем будущем. Потому что вот одно произошло. Уже немножко в Москве, конечно, не повезло с погодой нам, что на 27 июля, что на 31 января было затмение лунное. Тоже не повезло с погодой. Надеемся, что дальше повезет, потому что теперь у нас в следующем январе тоже, 21 числа. 21 января будет. Да, 2019 уже года будет еще одно лунное затмение. Тоже, по идее, его хорошо должно быть видно? Ну, не так хорошо, как нынешнее, которое было. Потому что оно уже ближе ко второй половине ночи будет происходить под утро, и получается, что луна уже будет заходить за горизонт при этом. Но кто дотерпит до утра или проснется раненько, ну, там... Самое оно. В январе, да. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот вообще, если в Москве не очень видно, в Подмосковье здесь как дела обстоят получше, есть смысл уезжать, если очень хочется? Вот именно лунное затмение нет. Примерно одинаково будет видно, что в Москве, что в Подмосковье оба будет лучше видно, если мы куда-нибудь совсем на Запад уедем, в Европу или еще дальше. Вот. Но если мы небо наблюдаем, конечно, звезды, это нам надо уехать куда-нибудь подальше от света города. Вот люди, которые живут в Москве, многие из них очень удивляются, когда они выезжают куда-то реально далеко от крупных городов, когда они начинают Млечный Путь видеть на небе. Ну, в Москве это нереально. В Москве звезды-то еле видно, там, может быть, десяток звезд мы на небе насчитаем, если в центре Москвы будем наблюдать. Ну вот. А, соответственно, в Подмосковье такая же ситуация, да? А Петербург? Получше немножко, как в Москве. Ну, в Петербурге... Ну, и Ленобласть. В городе тоже засветка сильная. В области... Ну, мы можем сказать, что в Подмосковье получше, чем в Москве, если мы от крупных городов уехали. А в Ленобласти лучше, чем в Подмосковье? В Ленобласти, ну да, тоже получше. Ну, с другой стороны, погода в Петербурге, как вы знаете, не очень хорошая чаще всего, поэтому тут мы немножко впереди по погоде. Ясно. Смотрите, а еще вот сейчас же тоже видны какие-то планеты, вы говорили, да? Да, но, соответственно, в Москве мы их тоже не видим. Не, можно попробовать, потому что планеты — это яркие объекты. Вот как раз этим они примечательны. Люди смотрят на небо, думают, что это звезды какие-то яркие, потому что они выглядят как звезды, просто точки. Мы только в телескоп рассмотрим, что это не точки, там какие-то детали есть, спутники у них имеются. А глазом точки, но они очень яркие. В Москве есть проблема, что они низко над горизонтом, а в Петербурге, например, они еще ниже над горизонтом, где-то на юге будет лучшая ситуация. Но ничего, если мы найдем место, где хороший обзор, особенно в южном направлении, то мы увидим Марс, Юпитер и Сатурн. Вот три планеты сейчас прекрасно видны. Прекрасно, очень хорошо. Вот, кстати, Марс и Юпитер — это прям самые яркие объекты ночью на небе. Они намного ярче, чем звезды. Продолжим. Рекламная пауза у нас сейчас, друзья. Будьте со Страной. У нас сегодня лекция по астрономии. Друзья, в студии Лиза Калинина. И в гостях у меня сегодня лектор московского планетария, астроном Дмитрий Трушин. Продолжаем мы такой любез. Лучше всего наблюдать за звездами в южных широтах нашей страны. Можно даже не нашей страны, можно еще южнее уехать. Но лучше нашей. Лучше на страну ФМ пришли. Ну правильно, да. Так, это что? Это получается у нас Краснодарский край, Кавказ, Крым. Там лучше всего. Да, вот там как раз такие довольно крупные обсерватории. И самая крупная обсерватория в нашей стране — это на Кавказе. Рядом с Архизом там огромный телескоп, шестиметровые зеркалы. Ну как раз его там построили, потому что там хорошо видно небо, там хороший климат, и это горы. В горах всегда видно небо лучше, чем где-то у нас. Ну и к тому же там нет крупных городов, рядом засветки нет. Вот там шикарно видно небо. И еще один плюс есть. У нас в Москве, вот я упомянул, уже планеты низко над горизонтом находятся. Их не так просто увидеть. Вот как раз Юпитер, Марс, Сатурн. А там они выше над горизонтом. Их намного лучше видно. И вот, кстати, лунное затмение, которое будет следующим летом, уже я упомянул про 21 января. А вот будет потом еще, 16 июля. Через год. Да. Это затмение как раз и у нас в Москве будет видно. Ну оно, правда, частное, но это все равно очень интересно. И чем южнее мы уедем, тем выше, опять же, луна будет над горизонтом. Мы эффективнее понаблюдаем, лучше увидим это затмение. Смотрите, еще вот я подумаю, вне эфира задала вопрос. Вот сейчас же особенно характерно для Петербурга белые ночи. Но это же тоже астрономическое явление, да? Да. И оно характеризуется чем конкретно? Вот мы должны себе сейчас включить воображение и представить, как Земля двигается вокруг Солнца. И мы, наверное, большинство наших слушателей, зрителей знает, что у нас лето в Северном полушарии наступает, потому что ось Земли так развернута, она с Северным полушарием наклонена к Солнцу как раз. Ну да, это мы еще со школы помним. Глобус видели. А зимой наоборот. С Северным полушарием отвернуто от Солнца немножко. И вот как раз, когда у нас лето, получается так, что в каких-то очень северных широтах в Петербурге, ну, Петербург еще не очень северный, а вот в Мурманске подавно у нас... Вообще Карелия, все это да. Да, да, у нас Солнце не будет заходить за горизонт. В Мурманске, например, в июне, в июле у нас прям полярный день. Потому что так уж расположена земная ось, что не заходит Солнце на этих широтах. Ну, а в Петербурге мы говорим «белые ночи», потому что оно заходит, но очень не сильно заходит, и у нас всю ночь сумерки такие, все равно светло достаточно. Ну, да, да, да. Ну, в Москве или еще южнее мы такое не увидим. Поэтому, например, когда вы едете на море на юг, вы смотрите на небо гораздо лучше, чем в Подмосковье, потому что у нас в июле в Подмосковье ночи светлые, потому что Солнце не заходит толком за горизонт глубоко, а там на юге у нас темнее гораздо ночи, там звезды видно лучше. Смотрите, впереди осень, уже, ну, что там осталось несколько дней, да, недельки. Какие-то тоже события, что можно нам понаблюдать, что будет таким очевидным, невероятным? Ну, можно две вещи тут сказать. Во-первых, осенью, в сентябре планетарий наш регулярно проводит такие наблюдения, куда можно прийти и посмотреть вечером, именно после девяти вечера на планеты, на какие-то звезды. Мы говорим про московский планетарий, друзья. Да, московский планетарий. Так что можно посетить вот такие вот смотрелки на звездное небо. Ну и, конечно, сейчас вот белая ночь как раз заканчивается на севере. Поэтому у нас наступает сезон полярных сияний. Я думаю, большинство жителей Москвы в Москве ни разу не видели полярные сияния. Не видели, наверное. И случаются они здесь крайне редко. И опять же, свет от города нам мешает наблюдать. Вот я, к примеру, видел полярные сияния буквально в 100 километрах от Москвы. Чуть северный, да, там уже на границе с Ярославской областью. Но такое случается иногда. Да, ну и, в принципе, раз за 2-3 года такое происходит. Правда, конечно, это не такие фееричные полярные сияния, как мы на фотографиях наблюдаем. Ну да, как на севере уже конкретно. Да, вот такие фееричные вы увидите, если отправитесь в Мурманск, например, или если вы живете в Мурманске. Если вы живете, наверное, вы их частенько там видите. Обыденная история такая для вас. Ну и, конечно, да, чем мы севернее будем находиться, тем лучше. Это как раз вот сезон уже сентябрь, ну, то есть осень вся. Ну, да, в принципе, начиная с сентября уже будет видно, в октябре будет еще лучше. Ну и подрастающие, да. Да, по статистике октябрь наиболее для полярных сияний подходит, их больше случается. Мы запомним. Друзья, вновь у нас небольшая пауза рекламная. Будьте со стороной ФМ и задавайте свои вопросы. Группа ВКонтакте «Страна.ФМ» соответствует. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». У лектора московского планетария астронома Дмитрий Трушин в гостях у «Страны.ФМ». Я Лиза Калинина. Друзья, задавайте Дмитрию свои вопросы. 909-928-1-89-9, WhatsApp, Viber, SMS. И группа ВКонтакте «Страна.ФМ» тоже пишите. Дмитрий, такое явление еще есть, как магнитные бури. И нередко люди жалуются. Ой, вот магнитные бури, у меня какие-то проблемы со здоровьем начинаются. Это имеет какую-то научную почву, так скажем, вот эти высказывания магнитной бури? С астрономической точки зрения, может быть. Да, но стоит разобраться, как они происходят вообще. И что это, да. Недаром мы обсуждали полярное сияние 5 минут назад. Это взаимосвязано. Да, это прекрасно связанные вещи. Все это происходит из-за вспышек на Солнце, из-за солнечной активности. Когда у нас происходят вспышки, какие-то потоки вещества от Солнца улетают в космическое пространство, и иногда они долетают до Земли. И если такие потоки вещества влетают в магнитное поле Земли, то у нас как раз возникает магнитная буря. И действительно, похоже, что на некоторых людей она влияет. Они чувствуют эти магнитные бури, и здоровье у них немного говорит об этом. Полярные сияни как раз наблюдаются в то же время, что и магнитные бури. Потому что вот эти частицы, летящие в Землю, они в магнитном поле нашему стремляются к полюсам Земли, к магнитным полюсам. И там они ионизируют атмосферу, заставляют светиться нашу атмосферу. И вот у нас, пожалуй, полярные сияния. Как раз поэтому и наблюдают полярные сияния где-то посевернее, и их там чаще и ярче видно. Смотрите, а получается вот сейчас, вы говорите, начинается с сентября-октябрь полярные сияния, да? То есть и магнитные бури, соответственно, сейчас их будет больше? Нет, смотрите. Или это не взаимосвязано? Сейчас улучшается видимость полярных сияний, потому что летом у нас были белые ночи на севере. И полярные сияния также были, и магнитные бури были, но их не видно было. Но еще же это влияет и на технику, да, вы рассказывали? Да, конечно. Магнитная буря, я имею в виду. Да, когда у нас магнитная буря происходит, аппараты, космические аппараты, подвержены влиянию этих частиц и магнитного поля нашего, некоторые аппараты отключают на время вот этих магнитных бурь. Ну и даже были такие мощные вспышки на Солнце, когда на Земле начинали какие-то приборы работать сами по себе. Брахлить. Ну да, не просто брахлить, они включались сами по себе и начинали работать. Обасно. Да, такое было давно, правда, последний раз, около ста лет назад, по-моему. Ну и, кстати, сейчас конкретно Солнце у нас спокойное. Вот в ближайшие несколько лет у нас вспышек мало, таких магнитных бурь тоже мало, а вот лет через четыре или лет через пять у нас будет больше этого всего. И как раз и такие процессы на Солнце, их можно наблюдать, и с Земли в телескопы тоже в планетарии у нас есть такое, что мы днем проводим наблюдение Солнца. Там прекрасный телескоп, который позволяет видеть всякие выбросы с поверхности Солнца, солнечные пятна. Ну, особенно год через четыре будет еще интереснее наблюдать. А что вот конкретно будет через четыре-пять лет? Я имею в виду, мы, люди, как-то почувствуем это на себе, что-то какие-то изменения ожидают? Нет, мы практически ничего не почувствуем. То есть как научный факт такой, да, именно? Да, просто вспышек станет больше на Солнце, пятен станет больше, оно будет красивее выглядеть в телескоп. Ну, те, кто ощущает магнитные бури своим организмом, те, конечно, будут этому чаще подвержены. Дмитрий, а скажите, пожалуйста, вот помимо магнитных бур, да, с которыми мы сейчас разбирались, есть ли еще такие явления, которые как-то влияют на человека, на его здоровье, на технику, которая находится рядом с людьми? И вот что-то еще нам, ну, чтобы в курсе были, знали. Ну, что, часто можно услышать, что солнечные и лунные затмения как-то влияют на людей. Ну, я стеснялась задать вот этот вопрос. Вы мне уже сказали в перерыве, что астрономия чушь, по-вашему. Астрология чушь. Астрология, простите. Да, астрология, извините, да. Вот, и лунные, и солнечные затмения, они никак на психику нашу не воздействуют. С астрономической точки зрения. Во всяком случае, с любой точки зрения, во всяком случае мы не обнаружили никакого влияния солнечных и лунных затмений на наше поведение и на нашу жизнь и судьбу. Вот, конечно, ну, на животных, например, они намного в большей степени влияют, потому что, когда наступает вот эта темнота посреди дня, животные вообще не понимают, что происходит. Это люди-то обычно подготовленные, они знают, что произойдет солнечное затмение, что станет темно, все окей, надо любоваться, наблюдать. И животные начинают себя очень странно вести, конечно, для них это прям шокирующее событие. Ну да, биоритмы все нарушаются. Да, друзья, у нас сейчас музыкальная пауза. Вопросы задавайте по-прежнему. В гостях у нас сегодня астроном, лектор московского планетария Дмитрий Трушин. Мы скоро продолжим, с нами интересно. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Всем любителям астрономии посвящается у нас в гостях сегодня лектор московского планетария Дмитрий Трушин. Мы продолжаем. Дмитрий, на небе сейчас видны планеты, вы нам уже сказали. Марс, что там еще? Марс, Сатурн, Юпитер. Так. И недавно, плюс еще было, противостояние Марса. Точно. Заголовки, по крайней мере, так говорили. Что это значит? Да, такое довольно эпическое название противостояния Марса. Фильм фантастика, да. Да, но, по сути, очень простое явление для понимания у нас. Солнце, Земля и Марс выстраиваются в одну линию. Получается, что если мы с Земли смотрим, то Солнце в одной стороне, а Марс точно напротив Солнца, с другой стороны на небе. Вот напротив, поэтому противостояние. Все противостояние. Все легко. Ну и так получается, что как раз при таком расположении Земля ближе всего к Марсу расположена. В этом году еще нам говорили, что это великое противостояние Марса. Вот, точно. Я думал, что-то было еще помощнее. Точно великое. Чем же оно великое? Это значит, что Марс был ближе к Земле, чем обычно. Это вызвано тем, что Марс у нас вращается вокруг Солнца не совсем по окружности, а у него орбита вытянутая немножко. Он то ближе, то дальше. Как эллипс такой, да? Да, именно эллипс в форме эллипса она и есть. Вот, и значит, он сейчас был и к Солнцу близко одновременно, и Земля была подальше от Солнца, чем в среднем. Вот поэтому мы с ним были прямо близко-близко друг к другу, но в данном случае близко это 58 миллионов километров. Не то, чтобы прям рядышком. Слушайте, а еще вот тоже у меня сразу вопрос. Бывает так, что на небе очень большая луна такая красная, и тоже были всякие заголовки. Кровавая луна, такая огромная, красная, круглая. Это почему так случается? Вот кровавой луной разные вещи называют. Во-первых, было лунное затмение, вот тоже говорили кровавая луна, ну потому что она действительно такого багрового красного цвета становится во время лунного затмения. Ну красиво. Красиво, конечно. Во-вторых, луна бывает красная, когда она очень низко над горизонтом. Только восходит. И больше как будто, да? Вот это кажется, это наша иллюзия. Наш мозг так воспринимает, даже не оптическая, просто это иллюзия нашего восприятия, что луна низко над горизонтом крупнее. Если мы каким-то оптическим прибором померяем ее размеры или сделаем ее фотографии с помощью крутого объектива, телеобъектива, сравним, наверху луна, у горизонта луна одинаковая. Но кажется, что больше у горизонта. И да, она тоже красная. Вот два этих явления, что она красная при восходе или закате, и красная во время затмения, они связаны очень сильно, потому что она во время затмения подсвечена лучами, которые проходят сквозь земную атмосферу, и красные хорошо проходят насквозь, а синие рассеиваются. Вот она красноватая поэтому. И также пока она низко над горизонтом, лучи, отраженные от самой луны, проходят через большую толщу земную атмосферы, и тоже красные хорошо проходят, а синие рассеиваются. Вот она тоже красная. Вот. Ну и Марс сейчас, так как противостояние, он тоже красный вообще, он всегда красный, красная планета, но он еще яркий очень на небе, потому что он близко к Земле. Да-да-да, такой... Особенно в конце июля он был прям очень яркий. Оранжевый такой, наверное, даже цвет, да? Он глаз воспринимает, да, как оранжевый, ну и на самом деле, скорее, да, правильно говорить, оранжевый, нежели красный. Вот мы действительно видим на небе яркую оранжевую такую точку. Конечно, вот эти вот рассказы про то, что Марс будет как луна на небе, которые, наверное, некоторым, да многим встречались в соцсетях, это, конечно, ерунда все. Он точечный объект для нашего глаза, но он очень яркий действительно. И вот как раз-таки вот эти события, о которых мы говорили, видно и в столичном регионе, да? Да, да, Марс видно. То есть не нужно, как вот мы сейчас рекомендовали уезжать на юга. Точно, точно. Вы заценили, кстати, какая у нас земля крутится, да, логотип страны? Да, прекрасно, прекрасная земля. К вашему приходу подготовились, увеличили. Смотрите, еще тоже, буквально неделю назад, прошлую субботу, пять субботов-воскресенья, падали звезды. Очень активно. Да, уже, наверное, две недели назад скорее, потому что это в основном 11, 12, 13 число. Да, говорю, вот как раз 11 августа. Это было прям видно, их было много, уже желания заканчивали всех загадывать, а они все падали. Что такое вообще звездопад? Ну, как с научной точки зрения? У нас иногда, в некоторое период года, случаются вот такие массовые звездопады, да? Да. Конечно, звезды не падают на Землю, к счастью, у нас бы скорее Земля упала на звезду, да? Звезды огромного размера. Мы понимаем, что просто в атмосферу нашей планеты влетают потоки каких-то камушков, пылинок. Они сгорают в атмосфере при этом. У нас даже малюсенькие пылинки, песчинки, размером там миллиметр, два миллиметра, они видны из Земли будут. А, да? Хотя они там сгорают на высоте 70-80 километров над Землей. Они так ярко вспыхивают при этом. И мы это видим. Да, ну очень быстро, да? Все эти падающие звезды, так называемые, они быстро очень пролетают и погасли. Но вспыхивают ярко, мы видим. Вот сейчас был метеорный поток Персеида, потому что они из созвездия Персей как будто бы летели все, потому что они с того направления летят. И почему именно в августе много этих метеоров? Да. Потому что мы пересекаем орбиту кометы, а по орбите кометы летит много вот такой пыли и камушков. И как раз в это время у нас влетает в атмосферу много таких песчинок. А кроме... Там их много, и поэтому мы как бы вокруг попали на орбите. На орбите много, и вот как раз Земля, это место пролетает сейчас. Все понятно, понятно. А кроме Персеид, есть другие метеорные потоки, конечно. И они тоже в августе чаще? Не, не только, не только. Ну вот в августе, да, еще один был там, аквариды были из созвездия Водолей. Есть в январе, ну в начале самая января, там... На Новый год, но мы все обычно просыпаем, не видим такие вещи. Ну хотя бы расскажите, в августе об этом будем знать, что подготовиться. На Новый год будут квадрантиды, так называемые, а чуть... Это тоже эффект падающих звезд. Ну то есть, что мы любим. Да, да, то же самое. И в середине декабря у нас геминиды. Тоже хороший метеорный поток, много метеоров. Но погода обычно у нас облачная зимой, то есть поэтому Персеиды у нас популярны, потому что у нас в августе небо хорошо видно, уже и ночи темные, и погода обычно хорошая, а зимой как-то так себе. Понятно. Вот это основные явления, которые у нас были, да? Вот смотрите, сейчас полнолуние же тоже будет, да? Да, вот завтра как раз полнолуние. Вот бывает, видно, не видно в Москве, это тоже все зависит всего лишь от облачности и так далее, да? Да, конечно. Не более того. Погода у нас... Ближайшие ночи погоду обещают очень хорошую, ясную, поэтому как раз вы и Луну, и Марс, и Юпитер сможете увидеть, и полнолуние будет, да. Да, ну, кстати, интересно, что если смотреть на Луну в телескоп, ну, или в бинокль даже, я думаю, у некоторых наших слушателей есть бинокли, у некоторых и телескопы, наверное, есть. Вот в полнолунии, оказывается, неинтересно смотреть на Луну. Да? Интереснее смотреть, когда она наполовинку освещена, вот растущая Луна такая. Потому что в полнолунии не видно рельефа вообще на ней. Такая плоская-плоская поверхность как будто. Потому что солнце в полнолунии светит прямо у нас из-за спины на Луну. И теней никаких нет. А вот когда она сбоку солнцем освещена, мы как раз видим все тени от гор, кратеров. И это очень рельефно так и красиво. То есть когда она растущая, когда она улыбающая, убывающая? Да. И тогда, и тогда. Интересно смотреть. Интересно смотреть, когда растущая, потому что она вечером тогда видна. А когда убывающая, она уже ближе к утру видна. И все спят. Ну, понятно. Знаете, я вот еще хотела спросить, пока встретил астронома на своем пути. Ты когда в Турцию приезжаешь, вот фактически видно их вот этот вот символ. То есть Луна и звезда рядом. Вот почему так? Ну, звезда не всегда рядом видна. Ну, не всегда рядом. Но бывает так, что я просто попадала несколько раз и это видела. Вот как на флаге? Это случайно так получилось. Да, Луна иногда, она перемещается по небу. Она встречается иногда с какими-то звездами. Ну, и бывает такое, что, да, Луна рядом с какой-нибудь яркой звездой находится. Просто вам повезло, что... Я просто думала, может, какая-то планета рядом. А может быть и планета, да. Может быть и планета. Просто я видела, ну, вот фактически как их флаг, вот прям такая же картинка. Причем каждый, ну, вечер, то есть на протяжении, не знаю, сколько, там, пяти дней я это все наблюдала. Но это было давно, но тем не менее. И я подумала, что, ну, наверное, в этом есть какая-то взаимосвязь, логика. Нет, это просто весенняя чистой воды. Да, да, просто, да, иногда Луна, планеты сближаются. Ну, понятно. Дмитрий, смотрите, остается у нас буквально минута. Давайте еще раз расскажем про московский планетарий, где вы являетесь лектором-астрономом. Мы поняли, что сейчас в сентябре очень интересно приходить вечером. После девяти у вас будет программа целая, можно наблюдать за звездами, за планетами. Да? Да, ну, надо посмотреть на сайте про эту информацию. Пока ее еще нет, ближе к сентябрю будет, потому что я пока не могу никаких подробностей сказать. Ну, мы готовимся, по крайней мере ориентируемся. Если все будет, то у нас будет анонс, смотрите на сайте и приходите. И, конечно, у нас есть программа в звездном зале. Вот сейчас он после ремонта откроется, новенький, красивенький, еще более красивый, чем был. Вот уже вот-вот откроется. Да, через 7 сентября закончится ремонт, откроется в звездном зале шикарная программа под куполом, где показывают звездное небо, есть живые лекции, где рассказывают как раз о том, что видно прямо сейчас на небе, прямо в ближайшие ночи, что будет, какие созвездия, где какие планеты. Будет интересно. Но вся информация на сайте Московского планетария, так что следите. Дмитрий, спасибо вам огромное. Мы, правда, получили огромное удовольствие. Приходите к нам еще в гости. У нас тут целый уже список тем к вам, вопросов, уже пытались не путать все. Так что ждем в гости, приводите коллег, нам интересно. Друзья, хочу напомнить, у нас в гостях сегодня был лектор Московского планетария, астроном Дмитрий Трушин. У нас сейчас музыкальная пауза и программа по заявкам в 13.00 стартует. Спасибо вам огромное. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна ФМ.